здравствуйте друзья три блогера собравшиеся неожиданным образом вместе значит исследует вопрос для тех из вас кто думает вот как зарабатывать в америке без языка или без разрешения на работу и вот как возможное направление не все не все люди фанатично любят или в состоянии заниматься шмотками там продажами и так далее примерками пример примерками и надо сказать что наталья которая у нас вот немножко так такая happy вот значит она так пряталась от камеры некоторое время наталья лет пять да ты говорила занималась тем что тоже что-то такое покупала и продавала наташ вообще девочки давайте мы вот что скажем поскольку наташа этим долго занималась реально вот без дураков вот человек что может заработать вот понимаешь уволе есть канал у нее 20 тысяч подписчиков я понимаю это это не у каждого есть у тебя ведь не было меня не было канал сколько ты зарабатывал а я как бы не могла посвятить это все свое время потому что я работала да я как бы это дело после работы я ходила в магазин а посылал может там две-три посылки в месяц в рыбинск в рыбинск у меня была девочка не было начать здесь девочки привет наташа привет и она продавала домой и как бы сначала мы начинаем там с мальчик потом уже у нас приезжали из москвы из питера просто к вам туда боже то есть посылала тюки посылки но они там они накапливались и превращались таки ну и много я зарабатывала я не знаю но как-то очень много денег было для того чтобы иметь а чтобы начать такой бизнес что надо иметь на руках вот я не знаю я вообще начинаете говорю что самый низшорых маях и послала и и мы попробовали продать понравилось а еще будет я послала еще сначала из россия посылала вообще не я не знала ничего брендах вообще абсолютно и не знал название бренда вообще не знала я вообще думала что нормальные вещи продается в марте ну так вот получилось что потихоньку потихоньку я выучила все бренды я знала что все-таки надо разбираться конечно потом уже конечно знаешь когда работ занимаешься этим даже видишь по человеку уже у нас не было таких заказов индивидуальных просто послали приходили люди медили и то есть у тебя был контрагент с той стороны который можно сказать сладко в квартире реализовывал и я очень тяжело но у тебя не было желание пойти в какой-нибудь большой магазин и купить у них там сразу там три мешка по цене такой серьезные скидка если послали все вещи разные туда покупается да еще они не любят чтобы одинаково что в одном и том же городе ходили они в одних и тех же платьях все раздавая красиво а детские вещи пользуются детские вещи я не оль что у нас детские вещи вот мы говорили про джамбари про картер вы до кризиса нормально было но сейчас детские вещи стали очень дорогие поэтому проще лучше себе купить вещь чем ребенку за такие деньги вот сейчас в основном девчонки покупают женщины конечно потому что бренд а вот больше покупают свободные или замужние мне кажется все замужние еще больше покупали они уже еще спрашивают я посоветую с мужем и потом нам напишу им посоветоваться надо одинокие наверно сами распоряжаются но вот у вас не было например такого чтобы сказать ребята идите вот на сайт мэйсиса выберите что хотите и я вам там с 15 процентов сверху возьму за возьму комиссию и отправлю я не люблю онлайн покупать честно потому что я эту вещь не потрогала не посмотрела она круто что выбрал на человек сам выбирает не но мне предлагаю я не люблю этим занимать адрес использовать нет во первых на свою карточку использовать туда и сюда направо и налево я столько уже обжигалась и столько раз у меня снимали деньги с карточки это опять же надо подменять карточку звонить во все станции откуда ты платишь куда ты платишь свои счета вот эти вот машины у меня все автоматически то есть вы платили где-то у вас крали ну конечно давно онлайн ты зайдешь и хакеры они снимают твою информацию и все и тебе банк звонит там через неделю ну да у вас нет и деньги были это естественно это не ты и что самое страшное самое ужасное говорю что у меня счета допустим я за машину за электричество там за свою страховку у меня это сегодня с карточки автоматически начинают просрочиваться опять же это все название главное буду ну что же то есть вы считаете что для начинающего это нормально вот я просто никогда не видел чтобы на форумах обсуждали или как-то вот где-то было на слуху это вконтакте много обсуждается тоже это вопрос исследовал он же как бы пришел ко мне сразу же я вот вконтакте видео набирала эти группы одежда из америки вконтакте много да прямо там конверс допустим от этикеды но все вот эти бренды но люди фото как фотографии помещают и там тоже как бы расхожу сейчас вообще любое возможно было нас столько конкуренции если ранее было и не достать было вещи из америки даже когда я начала посылать все равно это было еще самое начало то сейчас ее столько это одежда что тебе просто разница в ценах кто-то 300 подать сейчас в россии очень много вещей продают из италии там как-то они везут и очень дешево и сейчас они идут на эту италии там их и ковали и гучи ты знаешь вот чего я в италии не увидел чтоб там было дешево ну конечно там дорого там дорого но у них как какой-то там есть когда меняется коллекция что сбрасывается старая и прошлогодняя коллекция уходит очень дешево это проще там что-то очень дешево я думаю что да я даже я настолько устала от этого бизнеса что я по магазинам в принципе это что то есть ну я могу для себя сходить а вот так чтобы я ходила каждый вы в меня вдохнули девушки какую-то новую жизнь потому что я никогда не любил ходить по магазинам мне все было тошно и противно и я могу так но если уже с женой деваться некуда я могу там вот так и устаешь и спина начинает болеть и настроение портится и в общем не знаю а тут я с вами но потому что я был на миссии я был на задании бы его то есть мы показываем какое-то направление для выживание и выживание для заработка уже копеечку каждый может заработать на этом все равно а сейчас мы едем кушать в холл-фуд-стор потому что михаил показал что мы стояли на фуд-корт да но кушать бы там не стали но мы не позволили кушать да я вот посылку принес для вашего мальчика но я вам ее не отдам а почему там ядовито это очень плохая хуже чем даже вы подозреваете и поэтому мы решили и поехать в очень хороший пищеблок скажем тут холл-фуд-корт прекрасный я его обожаю ну что же а вот коль в екатеринбурге там есть какой-то как назвать ну не хочет свой джанкфуд но вот есть какие-то такие макдоналдс или там российские аналоги там макдоналдсе у нас вот веке у нас очень популярное место в екатеринбурге там тоже все это собрано да там бренды это мебели все ресторанчики так называемые и всегда очередь стоит макдональдс всегда не они потому что это все новинку до сих пор и дети любят очень макдональдс там же они какие-то сюрпризики туда ну давайте вот вы все-таки живете вам и вы знаете и макдоналдс и бургер кинг и там я никогда даже не пробовала его бургер кинг все время я никогда не пробовала даже макдональдс в америке никогда я пробовала бургер кинг это вот как моя голова а мне нравится бургер кинг вот я бы из них и всех ел бы бургер кинг если бы вообще ел такое какая-то вкуснятина да но живешь меньше и качество жизни снижается как они михаил так они тут все это едят и почему они так все долго тоже вот я все спрашиваю долго живут они все это едят не все но вот я на китчин питовома работаю питер работает у него в 94 года умерла что я видел твоего мужа мельком на в каком-то видео но он производит впечатление худенького он конечно он боится жирноты вообще послушала ты но если бы он питался вот исключительно вот этим и мало двигался и так далее он был как жир трест еще тут у нас вообще у нас нету культа еды в семье вот что у нас нету нас допустим он встает утром позавтракал у него ванч всегда и мы всегда обедаем в там шесть-семь вечера все он не курит больше не ем уже будет очень мало но редко курит а икру и разорим может не может игру а допустим осетринку может я так боялась когда он мне написал что он вообще не пьет у меня сразу же мысль закодирована закодированы я же не знала и вот до чего у меня это сидело потому что я в жизни много же складов сталкивалась с этим и так интересно получается когда приехала он приходит с работы и у меня уже вот какая-то бывает и все казалось что чуть-чуть выпивший потому что не может человек вообще не а у меня вот первый муж здесь американский джели он тоже не пил вообще и я не могла понять ну как вообще ну что даже шампанского нет я говорю ну что даже попробовать не будешь не можешь а я такая думаю если он закодирована что он не сможет глотнуть вина потому что наш но и я бы ну что даже него не может будто не годного могу и он год ну и он как ребенок стал мошнице зашет просто я начинал я так смеялась ты вышла замуж за своего рика без того чтобы он приезжал в екатеринбург я сама приехала сюда знакомиться а потом выезжал или так уже и осталось нет все по правилам а как правило а правило сначала мы должны были встретиться вот мы встретились здесь мне дали визу поэтому удачно получилось здесь не встретились мы встретились на какой-то там другой территории да ну за границей хорошо и и все если мы понравились друг другу я уехала в россию он остался здесь и вот начали делать он на него адвоката и мы тоже ты остаешься здесь я и и джазминта мне пришли документы что я приглашаюсь на интервью до массе ты ешь на этот день привозишь все документы то есть проблема в том что и джазминта статус на месте долго делается разведчатки очень большой труд полтора года это ты ждешь кейсы эти где-то они там рассматриваются в чикаго там москву приходят зато воля ты приезжаешь сюда ты не дергаешься не обалдею конечно я вот эти проблемы это фантастика но пока документы оформляется как это материальная поддержка проявляется с той стороны конечно он же там за это все платье не выведу пока ты живешь там в детеринбурге и ждешь свой самолет мысли что мне деньги присал мне подарки только так а какие подарки подарки ну вот допустим на что может рассчитывать ресторан но все разные кому-то вообще ничего не присылает он не сразу покупал билеты у нас слава богу не вставал вопрос мне не надо было не спрашивать а может быть ты мне купишь билетика а может пополам меня это прям удаляет ну в америку то есть собственной жене нет я же еще не жена идут когда документы делаются это вот такая вот тоненькая нить которая может оборваться в любой момент и от того что я вот допустим он ведь не знает может я еще с пятью переписываюсь и делаю эти документы там допустим а кому-то я там еще мне понравится я это могу прекратить и все одновременно и он может и он может точно так же у него работу потерял он скажу нафиг она мне тут нужно в этой америке и все он прекращает писать и ты все все у тебя рухнувшие надежды в будущем ладно девушки спасибо поскольку посылают они своим невестам да вот мне не деньги не послал во-первых я работала и я не просила в принципе мне тут хватало в россии чтобы существовать нормально вот а подарки он присылал он присылал там в ресторан находили всей семьей цветы шампанское сейчас же эти службы вообще как бы работает очень хорошо он прямо в онлайн заходил и отправлял очень неожиданно это вообще очень приятно ты даже не ожидаешь тебе звонят горят вы будете дома во столько-то буду а там спрашиваешь а что такое будьте дома и раз ты открываешь дверь эти там или цветы или этот а есть такие вот как у нас фрут баскет когда берут там дынями арбузами конечно делают наверное сейчас возможности много это конечно есть такое что в корзина а в ней бутылки с вином сыроком печеньками это хранит и поэтому а кто-то я не знаю может быть кто-то там деньги ну наверно если попросим может быть спрашивают там тебе тяжело живется если скажи женщина да там совсем не могу может быть отправляет но вообще это было раньше сейчас конечно все это уже злоупотребляется этим американцы это тоже знают они очень неохотно сейчас помогают к нежном плане потому что они не хотят быть использованными американцы сами тоже приписываются по 10 девушек это с обеих сторон идет вообще в этом есть какой-то эксайты думаешь не одна и другая фраза все все глядишь без жены не останешься но много найти ведь не могут что русские что американцы обманут их много один раз американца обманут он уже второй раз не напишет веры нету тут это это все очень сложно а вот где-нибудь там в китае не дурят женихов только в россии то ведь кстати много там мужчин очень там не хватает женщин я думал наоборот китаянки в америку рвутся нет ну рвутся но я не знаю как они американцев то востребованы нет очень много брака между женщинами из азии и американцев очень много брак это я не знаю как обстоит дело честно сказать и ты и бог с ними ну что же маленько с точки зрения того что мы посмотрели сегодня два магазина мы посмотрели на острый брак и вы посмотрели большой такой мол где много аутлетов там все-таки один аутлет а здесь их сразу вот ты считаешь что в норме реки есть что-то такое вот если чек-бизнесом как бы ты хочешь на есть конечно вот там дорогие как но дорогие но опять же если у вас будут люди которые хотят эти вот с москвы там если майкл корс вот я ездила в январе у нас в екатеринбурге 30000 стоит сумка рублей москве она еще до 500 там долларов но здесь вот если там вот допустим я со своим интересом там с пересылка насколько там два раза наверное дешевле естественно магазина не за аренду платят помещение если они выставляют эту сумку там москве и накрутку и таможню они же не присылают как я одну эту сумку я только тут то есть если одну сумку послать то конечно я уже сама регулирует таможенные пошли не не нужно нет там при получении нет нет только ну хорошо я думаю что мы такой налет налет или набег 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 чтобы такой набег орда блогеров совершила набег на предприятие росте торговли вот и соответственно я думаю что мы наверное попрощаемся да да наташенька там сзади она затаилась и может оказаться и не очень видно вот она даже вот приходи сюда вот вот сюда вот 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 в это пространство промежуточное и ну чтобы слить чтобы слиться с нами в едином порыве вот и давайте скажем всем привет до скорых встреч до свидания счастливо